Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Казеварта. Это вторая часть видео о том, как нарисовать актерьера. И в этой части я буду его заштриховывать. Где-то в каких-то местах, возможно, рисовать шерсть. Еще пока не знаю, не определилась. На первом этапе я убрала все ненужные линии, которые мне будут мешать, и оставила только нужные. Единственное, что в процессе, вот такая вот у меня клячка, в процессе я буду убирать вот эти вот линии, чтобы они были не такими жирными, чтобы можно было нарисовать какую-то шерсть. Это у меня клячка от Faber-Castell. Вы можете взять абсолютно любую другую, какую-то резинку, которая у вас есть. Еще мне понадобится вот такой карандаш 2B и карандаш HB, более твердый. Возьму карандаш 2B и начну прорабатывать места, где у меня будет очень темная такая заливка, тень. То есть это будет вот здесь вот под ухом тень, где-то вот здесь. То есть я ее в каком-то определенном порядке начинаю заштриховывать, но особо сильно не штрихую, чтобы потом можно было ее как-то растянуть, что ли. Также тень будет вот здесь у него под челюстью получается и на грудной клетке вот здесь. Здесь больше будет шерсть, поэтому я уже как бы начинаю прорисовывать шерсть. Вот эта линия темная, она мне не нужна, я ее убираю вот таким образом. И здесь будет немножечко шерсти, но я не буду, наверное, увлекаться этой шерстью, а то это меня сейчас, как обычно, понесет. Я начну рисовать шерсть везде. Шерсть я рисую вот такими вот хаотичными движениями. В основном это идут какие-то овальные движения, то есть не прямо, а вот немножечко изогнутые. Таким образом получаются вот такие шерстинки. Вот здесь тоже будет шерсть у него более светлая, поэтому вот эту часть я заштриховываю сильнее и оставляю чуть-чуть светлой части. То есть здесь у него пятна такие как бы на груди. Здесь дорисовываю также шерсть, она будет потемнее, поэтому я не жалею, добавлю на карандаш посильнее. А здесь также я заштриховываю все дело. Как бы рисую тень. И вот здесь у меня будет тень. Также тень будет вот здесь на грудной клетке и на животике. Здесь я просто заштрихую вот таким образом, чтобы определить, что именно это место будет у меня темное. Прохожу сначала один раз, потом прохожу еще раз. Делаю это место как бы, ну такую потемнее, потемнее часть делаю. Здесь также заштриховываю возле лапы. Чтобы получился вот такой штрих, чтобы здесь было потемнее, здесь посветлее. Либо несколько раз закрашиваете это место. Либо нажимаете вот здесь посильнее, а потом отталкиваетесь. Здесь как бы и получаются штрихи такие более-менее ровные. Получилась тень у меня вот здесь. Вот здесь под ухом. Потемнее сделать. Вот это ухо тоже, кстати, будет темненькое. Так же тень будет под щечкой. Вот здесь. Еще хочу вот здесь вот еще тень нарисовать. Это что получается? Типа, где штаны у пёселя? Таким образом получилось, что у меня теперь собачка не просто такая плоская, да? А немножко уже идет с тенями повеселее. Здесь можно немножечко шерсти нарисовать. Как бы чуть-чуть вот так. На попе получается. Вот эту вот лапку можно заштриховать. Ее будет не видно. Вот эту часть так же я заштриховываю. Но имейте в виду, что у яктерьера у него уже пятна на лапах идут. Но я это помню. И как бы оставляю частичку здесь. И здесь заштриховываю посильнее. А здесь так послабле, как бы заштриховываю. Теперь, где у него еще пятна? Вот здесь, вот здесь на лапе, вот здесь на лапе. У него пятно. Вот так вот идет. И вот здесь. Вот так вот. Вот эта тоже часть светлая. Все остальное темное. Здесь можно смело нарисовать шерсть потемнее, чтобы выделить вот эту часть. И как бы соединить лапку, ленивый цвет и вот с темной частью получается. И все. И вот эту можно заштриховать. Но штрихую я опять же овальными такими линиями, потому что лапа, она не плоская. Вот так вот. Здесь можно такими обычными. Вот таким образом. Я штрихую лапу вот эту вот. Здесь можно будет в процессе потом уже доработать такими линиями. Вот так это все дело доработать. Чтобы она была потемнее, а вот эта часть осталась достаточно светлой. Потому что, ну, в любом случае она не будет такой белой прямо. Все равно надо бы заштриховать. Но главное дать понять, что здесь светленькая часть. И она идет как бы с шерстью такое. Вот так. Само тело, как штрихую. Вот здесь, если смотреть на референс, то вот в этой части у него идет как бы темное место. Вот это. А вот здесь будет светлая часть шерсти. И здесь также вот это вот темное вот это вот все. Здесь посветлее будет. Соответственно, я штрихую вот такими вот овальными, ой, дугообразными линиями. Не овальными. Вот здесь. Буквально слегка нажимаю на карандаш и штрихую. Моя задача заштриховать вот это вот место не так сильно, как нижнюю часть. Но чтобы она была темнее, чем верхняя. Насколько я помню, в графике сначала заштриховывается полностью предмет. То есть, ну вот, если я начала дугообразными, да, штриховать, то штрихую. То есть, здесь будет вдоль, как бы, штриховка. Ну, я так считаю. То есть, это не точно? Я так считаю. И здесь на лапке будут уже дуги. Вот так. Опять же, я слегка давлю на карандаш. И здесь также будет вдоль. Так. Для чего твердый карандаш? Если бывает такое, что карандаш 2B не всегда штрихует, как мне надо. Например, он дает слишком темные какие-то линии. Я беру вот такой вот темный, ой, твердый карандаш. И начинаю просто вот такими вот, как бы, затирать. Не штрихаем больше, а как затирка идет. Здесь, здесь. И вот здесь вот. Где светлые части у меня будут, там можно затереть просто карандашом HB. А уже поверх карандаша HB нанести более твердый, ой, более мягкий карандаш. Вот так вот заштриховываю, и все. И мордочку. Почему сначала не заштриховываю, а потом, типа, не наношу какой-то темный цвет? Потому что бывает, что карандаш HB, он затирает поверхность. И я рекомендую его сначала твердым, твердым, мягким карандашом какие-то части прорабатывать темные. А потом уже все остальное. А потом можно затирать карандашом HB. Вот. Лапа готова. Лапа темнее, чем вот эта часть. Поэтому эту часть я дорабатываю опять. Главное, не перестараться и не сделать острых переходов. Что у меня частенько получается. Но я вам не советую этого делать. Готово. Теперь вот эта часть очень сильно совпадает с этой. Теперь вот эту лапу надо заштриховать так же темнее. Чтобы она примерно совпадала вот с этой частью. Здесь будет шерсть. Здесь я шерсть дорисовываю немножечко. И дорисовываю шерсть так же на лапе такими штрихообразными движениями. Как бы показываю, что эта лапа светлее, чем вот эта. Но не светлее, чем вот эта. Таким образом закрашивают все. Заштриховываю, вернее. Здесь грудная клетка. Шерсть огибает грудную клетку. Вот таким образом это будет выглядеть. И, собственно, вот здесь надо будет так же показать, что у него здесь есть объем на этой части. Здесь просто штриховываю такими обрывистыми движениями. Обрывистыми штрихами. Дабы показать просто, что здесь небольшая тень все-таки присутствует. Так вот песель получился. И вот эту часть, вот эту вот, очень хочется мне, чтобы она была потемнее и пожирнее в каких-то местах. Вот таким образом. Чтобы показать, что здесь какой-то объем все равно есть. И осталось только мордочку. Здесь у него шерсть идет на... где нос, в общем, вот эта вот часть. Здесь будет шерсть небольшая. Также шерсть идет вот здесь, под ухом получается. Шерсть также есть на верхней губе и на подбородке. У него тут небольшая шерстяная делегация. Ее тоже нарисую. Вот так. Ну и, собственно, здесь у него идет... Как он называется-то? Щечка у него тут. Такие, как бы, усики даже есть. Здесь шерсть и под глазом тоже шерсть. Здесь особо не видно шерсти. Вот таким образом. И вот этот нос, его надо немножечко подштриховать потемнее. И на ушки немножечко штрих добавить. Вот такой вот пёсель получился. Осталось только, наверное, сделать ему вот здесь вот тень. Такую потемнее, как бы. Здесь можно взять карандаш мягкий. Допустим, 6B это у меня. А это нужно для того, чтобы нарисовать какой-нибудь тень. Здесь вот я так вот нарисую. Почему рисую так, как и отлично. Потому что... Можно вот так оставить. А можно размазать, например, затиркой какой-нибудь. Или взять листок любой. Допустим, вот. И вот таким образом просто размазать. Вот так. И получится как небольшая такая тень. Которая не имеет каких-то особых границ. Я что-то всё подберу, чтобы не было тут. Вот и всё. Вот такой вот пёсель у меня получился. Ягдтерьер. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет видео. Было ли полезным. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Смотрите ещё ролики у меня на канале. Их очень много, большое количество. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч.